Здравствуйте, уважаемая аудитория, привет моей группе поддержки, я вас вижу. И спасибо организаторам за возможность выступить перед такой разносторонней аудиторией заинтересованности. Значит, по результатам голосования стало ясно, что больше всего народ интересует, как себя защитить от простуд и что такое иммунитет вообще. Но с точки зрения специалиста хочу сказать две такие фразы шокирующие. Простуды — это благо, но в меру, а иммунитет — это не эквивалент слову здоровья. Ну и позже постараюсь объяснить, что это такое. Мукозальный иммунитет аспираторного тракта является классическим примером тенденции к сохранению органно-специфичного гомеостаза. Вот так выглядят врачебные лекции. Но это ужасно, я постараюсь, чтобы вы не уснули. Значит, всё-таки немножко статистики и классификации не помешают. Около 1420 микроорганизмов способны вызывать у человека заболевания, в том числе и респираторного тракта, и число их постоянно растёт. Иммунитет, он, конечно же, классифицируется, и две большие группы — это врождённый и приобретённый иммунитет. Что такое врождённый иммунитет? Вот определение, но я объясню своими словами. Значит, врождённый иммунитет формируется в трубе матери у ребёнка. Он не специфичный, он реагирует на всё без разбора, очень быстро реагирует. Реагирует на микроорганизмы, на попадающие токсины, вещества, какие-то поражённые вирусом клетки, трансплантат. Что это такое? Это пересаженный орган. Приобретённый иммунитет же — это очень специфичный иммунитет. Он формируется с годами у человека. То есть на каждый попадающий микроорганизм или вещество в организме вырабатывается специфичное, одно конкретное антитело, то есть защитное вещество. Немножко пересекается с тематикой предыдущей лекции. Сейчас я своими словами буду рассказывать, как иммунитет у ребёнка формируется. Вот он когда рождается, в организм попадает огромное количество микроорганизмов. Они попадают на кожу, слизистые, в кишечник и так далее. Так начинается формирование индивидуального иммунитета у ребёнка. Что ещё формирует иммунитет? Это грудное вскармливание. Поэтому такая большая пропаганда грудного вскармливания, потому что с молоком матери попадают готовые уже антитела, защищающие ребёнка в течение первых лет его жизни. Дальше, что формирует работа иммунной системы? Это правильное отношение к ребёнку. Что это такое? Во-первых, его не нужно мыть антибактериальным мылом. Его нельзя с макушки до пят обрабатывать постоянно спиртом. То есть нельзя ограничивать его от контакта с другими детьми. Потому что формирование правильной иммунной системы пойдёт по другому пути. Этот путь называется аллергия. Вот так формируют аллергиков, когда, можно сказать, в тепличных условиях выращивают. И ещё. Почему важен контакт детей друг с другом в детском саду? Потому что все детские инфекции в детском возрасте переносятся гораздо легче, чем у взрослого. И если его ограничить от контактов, соответственно, он ими не переболеет. И в будущем это может дать какие-то тяжёлые последствия. И в завершении этого раздела я прокомментирую фразу о том, что простуды — это хорошо, но в меру. Человек в норме болеет где-то 2-3 раза в год. Какие-то симптомы, типа небольшая заложенность носа или першения в горле в течение года, они сюда в расчёт не берутся. Берутся реальные простуды. В этот момент происходит тренировка иммунной системы. То есть накапливается определённый монологический опыт у человека. И в дальнейшем при попадании этого же микроорганизма ответ не заставляет себя долго ждать. И всё проходит в лучшем случае бессимптомно, то есть вообще незаметно. Однако при слишком выраженном ответе, я вот такое слово придумала, гипервоспалении, происходит повреждение собственных органов и тканей. Вот в этом случае уже без помощи доктора не обойтись. И тут ещё один такой практический совет. Правильно меня поймите, пожалуйста. В аудитории могут присутствовать фармацевты. А фармацевт всё-таки это не врач. И фармацевт очень хорошо разбирается в наименованиях лекарственных средств, в их торговых и международных названиях, в предположительных эффектах, хороших и побочных. Но ради Бога, умоляю, не говорите, дайте мне что-нибудь от простуды в аптеке. Потому что, вот приведу пример. Все здесь сидящие в аудитории, я уверена, когда-нибудь пили порошки от простуды. Вот я сейчас состав расскажу. Это парацетамол, ну это жаробонижающего, все знают. Дальше идёт фенерамино-малиат. Это неселективный H1-гистамино-блокатор. Что он делает? Он вызывает сонливость. Допустим, если вы лежите на диване с кружкой чая, малинового чая, да, и лечитесь дома, то в этом случае вот этот эффект, он хорош. То есть при заболевании, я думаю, каждый испытывал на себе это, а звуки и свет воспринимается очень ярко. То есть напрягает, можно сказать, да, любой громкий звук и яркий свет. В этом случае вот этот компонент, он защищает от перегрузок в нервную систему. Но если вы выходите, выпив порошок и садитесь за руль автомобиля, то вы можете просто что-то упустить на дороге. Об этом нужно помнить. И третий компонент, это фенилофриногидрохлорид, это альфа-адреномиметик, все эффекты адреналина, то есть сужение сосудов. Для чего это делается? Допустим, выделение износа жидкие, отёк горла, при этом боль в горле, да, всё это, конечно, уменьшается. Но нужно помнить, что препарат вы принимаете внутрь, соответственно, эффект идёт от макушки до пят, то есть системный эффект. И у гипертоников это плохо, то есть давление может повыситься. Лучше в таком случае пользоваться местными препаратами, которые закапываются в нос, в сосудосуживающие, да, или постилки какие-то с анестетиком для горла, да, прополаскивать горло и так далее. Ну, если все условия соблюдены, в принципе, вот эти порошки, они безвредны. То есть они даже в каком-то смысле помогают справиться с симптоматикой. Значит, и в плане иммунокорректора. Всё-таки мы о иммунитете разговариваем, а иммунокорректоры ни в коем случае нельзя принимать самим. Какие должны быть условия приёма иммунокорректора? Это консультация иммунолога раз, и это результат иммунограммы. Если вы пришли на консультацию к иммунологу, и он не назначил вам иммунограмму, это не есть хорошо. Она должна быть сдана. Потому что использование иммунокорректоров без соблюдения вот этих двух условий, оно опасно. Ну, в некоторых случаях очень опасно. Вот. И что хочу сказать. Сейчас будет банальщина полная, Но иммунитет, это саморегулирующаяся система, иммунная система. На чём она работает? Успех её работы, правильный сон, здоровый образ жизни, правильное питание, это соблюдение режима труда и отдыха, физические нагрузки. То есть вот на самом деле вот это и есть успех работы иммунной системы. Вот. Ну и ещё один момент, о котором нельзя забывать. Сейчас я вам покажу этот момент. Проходите, мы вас смотрим определяем. Это не попытка научить жителей пропаганду здорового образа жизни. Я хочу сказать, что есть такое понятие, как привычное состояние. Вот, допустим, мои пациенты. Я лечу курильщиков, да. Ко мне приходит на приём стандартный курильщик, он курит 10-20 лет уже. Я спрашиваю, что беспокоит. Он говорит, ничего. Я говорю, а вы кашляете по утрам? Он говорит, да, кашляю. Ну, а вы говорите, ничего не беспокоит. Ну, я как-то этого не замечаю. Или, допустим, боли в животе. Часто на них не обращать внимания. Или боли в горле при танцините тоже. Можно, конечно, жить и так. То есть так тоже не позволяется. Не обращать внимания на какие-то симптомы. Но последствия они непредсказуемы. Вот. И ещё практический совет. Вирусные и бактериальные инфекции. В чём разница? Я сейчас попытаюсь объяснить, зачем вам это знать. Вот. Разница принципиальная. Вирусные. Вот говорят, допустим, я переболел гриппом. Ну, грипп, во-первых, он не каждый год. Во-вторых, это не обязательно грипп. Потому что респираторные инфекции вирусные, они их уйма просто. Название я даже вот перечислять не буду. Как симптомы проявляются? Это заложенность носа, это жидкие выделения из носа, это чаще всего лихорадка. То есть температура выше 38 градусов. Это потливость, это общая слабость. Вот такие симптомы. Никаких жёлтых соплей, извините за выражение, и мокроты при кашле жёлтых просто быть не должно. Чем лечься? Противовирусными, жаропонижающими. Питьё должно быть обильное. Если, допустим, присоединяются уже жёлто-зелёные отделения какие-то, при вирусной инфекции иммунодефицит, он наступает всегда. И бактериальная инфекция, она следующий этап, чаще всего. А тут уже в роль, так сказать, помощь вступают антибиотики. Но опять же, про антибиотики. Значит, антибактериальные препараты нельзя у соседа брать, и нельзя выпрашивать в аптеки без рецептов. Потому что есть определённая иерархия применения этих средств. Допустим, вот я пил антибиотик, в прошлый раз мне помогло, давайте мне тот же самый, я уверена, мне поможет. Не факт. Вот далеко не факт. И если неправильно ими пользоваться, то в дальнейшем ученчивость к определённому виду антибактериального препарата. И у врача на будущее спектр, так сказать, активных, арсенал вот этих вот активных препаратов, он сужается. Врачу приходится, так сказать, выкручиваться из ситуации, в том случае, если человек бесконтрольный пил антибактериальные препараты. Вот. И ещё хочу сказать ещё. Вот мне попросили выводы в конце из всего сказанного. Я их не помню, по-моему, я их не выносила. Я так скажу. Значит, иммунную систему нельзя стимулировать излишне, потому что она может пойти против вас. Лечиться у фармацевта или у друга тоже нельзя. Нужно вовремя обращаться к доктору. Опять же, тут без фанатизма. То есть, если у вас там левой пятки зачесалось чуть-чуть, сразу бежать не надо. Нужно чуть-чуть посмотреть за собой, понаблюдать, да, и уже определиться. То ли вы сами вылечитесь, да, то есть, можете проверенными средствами воспользоваться, то ли уже пора идти к доктору. Допустим, опять же, про ту же вирусную инфекцию. Её дома можно вылечить самому. Бактериально уже нужно идти к врачу. И третье, это простуд бояться не нужно. Их нужно бояться частых простуд. То есть, тут, к слову, о привычных состояниях, так сказать. Да, то есть, обращайте на себя внимание, вовремя проходите медосмотр, прислушивайтесь к своему организму, да. Ну, и такая вот пропаганда здорового образа жизни. Везение необыкновенное. Очень важно и настроение, и действительно, все, кто сюда пришёл, я уверена, люди, которым недостаточно просто какой-то своей деятельности, да, им хочется расширить Вселенную. И я уверена, что из всех присутствующих здесь в депрессии никто не склонен. Балеть не будем. Вопросы? Позвольте. Какая норма-то всё-таки? Простуд. Что ещё растут? Норма, простуд, год. Норма? Ну, вы сказали, что... 2-3. А ориентировочно это переходные периоды. Года — это осень, это весна. Вот, когда идут перемены погодных условий, весной — это витаминоз, конечно же. Особенно в условиях Сибири. Вот, допустим, как профилактировать, помимо вот этого второго образа жизни, а как пользоваться препаратами? Вот поливитамины и пробиотики. Пробиотики — это живые бифидолактобактерии, то, что активно нам в рекламах там предлагают, да. В принципе, они безопасны. Допустим, в тех же поливитаминах там используются такие дозировки, которые... Их практически невозможно передозировать. И в то же самое время у некоторых докторов отношение к ним такое, что это синтетические всё-таки средства. Вот. Я, честно, витамины пью два раза в год. Точно так же, как и пробиотики. Но пробиотикам тоже нужна определенную нишу, допустим, после антибактериальной терапии или при наличии симптомов дисбактериоза. То есть что-то... Что-то как-то в животе нехорошо, да. То есть они действительно помогают. Они не сильно работают. Но так же пить нужно, вот, и в умеете. С доктором общался. Иммунокорректоры нельзя применять до консультации иммунолога. Что есть в иммунокорректоре? Ну, есть различные наименования лекарственных средств. Смотрите, вот, допустим, растительного происхождения. Вот. Или утракокк, вот это эхинацея. Вот эти все травки не даже беременным разрешены. Есть определенные спектры препаратов, которые выдаются без рецепта врача. Вот. Но прежде чем что-то принимать из иммунокорректора, все-таки с иммунологом нужно общаться. Потому что вам, допустим, друг скажет, вот громкоммунал, да, классное средство. Копей. Вот ты же не знаешь, что такое громкоммунал. Вот я знаю, что такое громкоммунал. Это глеофилизатор растительный. То есть это абсолютно безвредно. Но, опять же, для кого применяется? Я обещала торговых названий не говорить, но я не могу уже просто по-другому. Вот растительные компоненты, они в этом препарате не противопоказаны никому, у кого нету на растение аллергии, допустим, той же самой, того же самого полиноза или астмы. То есть компоненты тоже надо знать. Это, на самом деле, очень такой вопрос дискутабельный. Много могу рассказать. А вот вы в начале лекции сказали, что если не переболеть какими-то болезнями в детстве, то это может быть чревато последствиями. А какими? Насколько серьезными? Во-первых, 50 на 50 у каждого человека. Медицина не имеет гарантий никаких и ничто не может прогнозировать на 100%. Допустим, один человек корею переболеет в взрослом возрасте с сложнений, а другой с осложнениями. У взрослого человека риск осложнений больше. Это статистика. То есть это не относится индивидуально к кому-то, а это просто вот такая статистика. Ну, осложнения разные бывают. У меня такой вопрос. С точки зрения современных взглядов иммунологии идеальным вариантом развития сюжета является вот тот, когда человек заболел, у него в один день поднялась температура до 39, он лег, ночь переспал, просыпается абсолютно в нормальном состоянии. А что делать людям, у которых температура стабильно не поднимается выше 37 градусов, получается, что создается только вот эта благоприятная среда для развития бактерий и вот в результате этого человеку так болеет? Ну, во-первых, температура высокая, это не всегда хорошо. То есть если температура, она поднимается невысоко, субфибрильная она называется, до 38. Вот. Это может быть вариант иммунного ответа. Если это всегда так, тут уже возникает вопрос, нет ли иммунодефицита. Потому что на каждую инфекцию организм должен реагировать только разную. То есть где-то это будет лихорадка, где-то это будет просто ассоциативилитет небольшой. И если при 37 градусах длительно протекает заболевание, то это уже серьезно. Нужно идти, консультироваться, смотреть и так далее. В зависимости от симптомов. Сначала к терапевту. К терапевту же он как такая машина, которая раздает по специалистам людей. А иммунолог уже будет определяться, если все остальные развели руками. Обычно к иммунологу попадают те, кто уже долго ходит по докторам. Я правильно поняла вопрос, я надеюсь? Или нет? Просто получается, что серьезно, есть люди, которые так переболевают всю жизнь. Хотя по идее никакой активации иммунной системы и Т-лимфоцитов не происходит. По идее, при такой температуре. Но тем не менее, как-то все это же течет. Опять же тут разговор об индивидуальности. То есть нужно смотреть на симптоматику. Если действительно поболел 37, и прошло через 7 дней, как обычно это бывает, то все, можно в принципе успокоиться. А если симптомы продолжаются 37-37, вот нужно смотреть. Может быть, какое-то из звеньев иммунитета нужно простимулировать как раз этими самыми иммунокорректами. которые нельзя просто так вот взять и колоть. Только вот после иммунодромы. Теперь да? Нет? У меня вопрос. Есть такое народное средство, когда заболеваешь, выпить водки с перцем. Расскажите, пожалуйста, об этом что-нибудь. Ну, в первых, с водкой с перцем она позволяет человеку пропотеть. То есть в какой-то степени это выводит не только в уши, извините меня, смачивай, но и скотом. Там расширяются сосуды, улучшается кровообращение. Все дает, конечно, обдозировки. Вот, с чего вы хотите любиться. То есть это рефлекторный механизм расширения сосудов и выведения таким образом токсинов из организма. Но это должно, опять же, быть в комплексе. Вот некоторые, допустим, при длительном каком-то бактериальном процессе, допустим, это бронхит хронический, они говорят, надо в баню сходить. В какой-то степени это верно. Но если это серьезный процесс, типа абсцесса в легком, не в какой-то бане, она только ухудшит. То есть вот опять же, с врачом нужно по этому поводу беседовать, можно ли баню, можно ли водку с перцем. То есть при посещении баней тоже улучшается кровообращение. Опять же, нужно помнить, что сильно горячая может быть опасна, особенно людям после определенного возраста. В плане риска каких-то столичных сосудистых катастроф. Вот так. По поводу народных приемов я уже к своему утверждению слышала даже от врача о том, что температуру до 38 лучше не взбивать и отменять сам собираем. А как это объясняется? Это объясняется тем, что температура это неплохо, это защитная реакция организма. При повышении температуры некоторые микроорганизмы погибают. И почему выше 38 нежелательно? В некоторых источниках 38,5 даже. нельзя взбивать. Выше 38,5 уже надо. Вот слово об этом гипервоспалении, что повреждение собственной коронной ткани идет. Вот. То есть воздействие излишни на сердечно-сосудистую и нервную систему при высокой температуре. гипервоспалении, пользоваться жаропринижающими. Можно? Говорят, что при высоких температурах нельзя употреблять белковую пищу, например, тоже чай с молоком. Правда ли это? И как это скажется? Употребляемость тяжелая пища, тяжелая является как раз белковая, жирная. При температуре, при заболевании она ухудшается. Ухудшается и могут наступить какие-то симптомы несварения, грубо говоря. Просто напрасно. Вот. То есть нужно что-то более легкое. Поэтому людей при простуде обычно и кормят бульонами, фруктами, морсами. Больше воды. Но без правильного питания в период заболевания тоже не поправишься. Все в меру должно быть. Если у человека нет очевидных симптомов, но температура 37 держится регулярно, человек чувствует себя нормально, ребенок терапевт дает анализы. Анализы тоже ничего не показывают. У вас просто синдром повышенной температуры. Это нормально. У меня встречались такие случаи, когда у человека 37 температура. Чаще всего мы находим причины. Такой очаг хронической инфекции это любое хроническое воспалительное заболевание, неважно где. Это горло, это бронхи, это репродуктивная система, это гастрит даже. Это апистархоз может быть. Вот допустим для нашей территории это инфемическое заболевание. Это при употреблении пищи речной рыбы из нашего вертыша. То есть надо делать обследование более детально в таком случае. Может быть опять же к иммунологу обратиться, посмотреть иммунограмму, как себя ведет мунилазь. Вот так. Пускай понятнее посмотреть работник. Ну 37 без особых причин такое бывает. Но редко. Говорят редко, бывает редко. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...